Глава пятая, книга Иова Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. От беча языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот, что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.